Друзья, всем привет! Вы снова слушаете SD-Cast, 74-й выпуск, с вами по-прежнему я, Кейс Даймон, и сегодня у меня в гостях снова Павел Аргентов, на этот раз представим его как бэкэнд-разработчика в компании Evron, ну и по-прежнему практикующему в программистам. Паш, привет! Да, привет, привет, очень рад тебя слышать, немножечко даже соскучился, да. Да, да. Ну, для тех, кто вдруг слушает нас впервые, скажу, что да, Паша уже был у меня в гостях в каком-то 60-каком-то выпуске, там мы говорили про Camel как язык и вообще всю, так сказать, экосистему. Сегодня у нас в планах поговорить больше про такую вещь под названием как Unicernal, ну, что это такое вообще, ну, немножко там про виртуалки, развитие вот этих всех наших способов, скажем так, как, как это даже не сказать, масштабирование, разворачивание и какой-то, в общем, запуска наших приложений в нашем безумном мире, вот. Поэтому, кому интересно послушать именно про Camel, welcome в предыдущие эпизоды. Паша, ну, давай, наверное, вначале просто вот Unicernal, наверное, словосочетание кто-то слышал, кто-то нет, давай как-то, может быть, знаешь, чтобы зайти так с истории, что называется, да, хочется просто, чтобы немножко показать вот это в ретроспективе, как все это развивалось, что сначала, вот, значит, были у нас обычные компьютеры, железо, там, на них стояли там какие-нибудь сервера прикладные, там, не знаю, ну, для веба, допустим, тот же самый там Apache, вот, он обслуживал там один, два, три, там, десять сайтов, да, потихонечку потом все это начало как-то, значит, распухать, увеличиваются, так сказать, потребности в больших количествах там приложений одновременно работающих и как-то более правильно, рационально использовать ресурсы, чтобы они не простаивали. Появились всякие там гипервизоры со своими виртуалками, да, когда мы на одном железе запускаем там несколько, значит, виртуальных машин, вот это все тема, ну, и дальше, собственно, вот, уже более, так сказать, ближе к нашему настоящему это все выросло в какие-то контейнеры приложений, а-ля, там, докер и прочие, да, подходы. И вот Unichernel, он где-то, где-то впереди, я так понимаю, вот, как-то давай ты так, может быть, поскольку-то немножко в этой теме лучше, соответственно, ориентируешься, расскажи, как ты это видишь. На пару собственных экспериментов, наверное, я лучше в этом ориентируюсь, в общем-то, не сильно продвинуто, но, тем не менее, вещь интересная, поэтому кое-что изучал, кое-что даже по собственными руками пробовал. Итак, как ты уже перечислил, да, у нас в процессе развития, назовем это так, деплойментов приложений в сети, поскольку у нас, как известно, прямо сейчас то ли сеть это компьютер, то ли компьютер это сеть, ну, в общем, мы живем в том мире, в котором сеть и компьютер уже как-то мало друг от друга отличаются, вот, и в этой среде нам приходится разворачивать приложения. Как ты совершенно правильно заметил, развитие деплойментов происходит от, скажем так, от серверов общего назначения, от систем общего назначения в сторону изоляции зависимости. Да, то есть мы собираем приложения таким образом, чтобы все, от чего оно зависит, все библиотеки, все компоненты, все вспомогательные какие-то штуки, жили вместе с этим приложением в каком-то условном контейнере, да, мы сейчас говорим не о конкретных технологиях, а вот там условном концепте, вот, жило все в каком-то условном контейнере для того, чтобы, ну, как минимум, это было легче запускать. Слушай, даже здесь сразу вспоминаются аналогии, вот раньше, да, там, мы все, как вообще распространялся софт, ну, пошел там флешка, диск, дискеты, в конце концов, да, и, в принципе, по большому счету, вот это ровно то же самое, просто раньше не было, как бы, интернета, все приложения не были оффлайн, то есть ты принес домой дискетку, вставил, вот она, самодостаточный, там, архив, не знаю, там, zip, экзэш. Да, раньше был Noginet, да, совершенно верно. Вот, 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 ты распаковал, вот она у тебя заработала, поскольку постепенно, так сказать, там, с развитием интернета все это ушло вот в ту самую сеть, о которой, да, ты так сказал, что все, теперь приложение где-то там, но это не отменило того, что их все равно надо как-то доставлять, как-то разворачивать, что-то с ними делать, да, и поэтому вот те самые контейнеры, это, в общем-то, вещь такая, вполне себе понятная, самодостаточная некий какой-то такой, там, да, контейнер, робос, архив, как угодно назови его. Да, совершенно верно. И здесь история у нас движет нас в ту сторону, что IT-отрасль, ну, вообще, в целом, я извиняюсь, конечно, за слово IT, потому что, ну, программисты, там, считают, что они не совсем IT, что они программисты, там, девопсы считают, что они вовсе не админы, а девопсы, ну, и много-много такого разного. Вот, но в IT-отрасли в целом, да, углубляются специализации, это примерно как в медицине, если в 17 веке был просто доктор, который мог, если что, там, осиновым колом вампира заколоть, ну, или сжечь ведьму, или внезапно что-нибудь так подуть больному в нос, чтобы у него что-нибудь прошло, да, то к 21 веку мы знаем, иногда смеемся над этим, иногда плачем, но мы знаем, что есть врачи-специалисты по правой ноздре, врачи-специалисты по левой ноздре, там, врачи-специалисты по позвоночнику, по всем вот этим вещам. Дело в том, что по мере усложнения нашего понимания вещей углубляется специализация наша, да, в разные вещи. И в разных специализациях у разных людей маленечко о разном головы болят. В процессе развития сетевых приложений, да, вообще приложений, да, компьютерных, у нас намечается вилка между разработчиками, которых беспокоит то, как развивается и работает их код в приложении, да, и назовем эту профессию девопс, который следит за тем, чтобы это вообще хорошо себя вело уже в работающем виде. Ну да, допустим, так, не будем сейчас вдаваться там всякие холиварные темы там девопсов, программистов, админов и прочего, но в целом идея такая. Безусловно, да, наша задача сейчас, да, не слова разбирать, а примерно понять, о чем мы говорим. Ну так вот, соответственно, лучшим вариантом будет то, когда все специализации, участвующие в развертывании проекта, найдут какую-то такую золотую середину, общий подход, который устроит и тех, и других, и третьих. И разработчик будет уверен в том, что его программа будет работать точно так же хорошо, как и у него на компьютере, а девопс будет уверен в том, что эта программа будет работать то же самое, так же хорошо, как на компьютере у разработчика, чтобы у разработчика не было этой стандартной отговорки, не знаю, что там у меня работает, да. На моем компьютере ничего не проявляется, все хорошо. Да, да, совершенно верно. Поэтому люди стремятся к тому, чтобы приложение, во-первых, как минимум, соответствовало в работе тому, как оно работает у разработчика. С другой стороны, мы видим проблему компактности и времени реакции приложения уже в работе, в сети. То есть мы хотим, чтобы наше приложение не было гигантским, мы хотим, чтобы оно не зажирало память, а если мы разворачиваем его в облаке, оно, чтобы не кушало ресурсов, так, чтобы нам стало дорого. Ну да, тут вот эти два таких краеугольных камня основных, действительно, что с одной стороны хочется повторить максимально, или не то, что повторить, а скажем так, уравнять и как бы окружение, разработческое и продакшн, максимально их сблизить. Но вот там привычный подход, изначально это было просто виртуальные машины с Вагрантом, потом сейчас потихонечку народ сместился в сторону контейнеров а-ля докер, в принципе, логично, все классно. Но тут второй вопрос, вот как раз ближе который к теме Unicernal, о том, что ресурсы-то они как бы не безграничны. Одно дело сделать одинаковое окружение, другое дело добиться того, чтобы это было максимально эффективно. Да, мы решаем на самом деле сразу несколько задач, когда мы по-серьезному, по-взрослому работаем с проектом. Задача максимально эффективного построения приложения изоляции зависимостей и упаковки этих зависимостей – это одна проблема, которую нам необходимо решить, чтобы наше приложение вело себя предсказуемо и хорошо. И чтобы мы были уверены, что оно запустится вообще и будет работать так, как нам надо в частности. Вторая проблема – это сделать его компактным и оптимальным с точки зрения употребления ресурсов, и чтобы оно было также еще и респонсивно, хорошо отвечающее на запросы, поскольку все приложения сейчас они сетевые, и нам нужно, чтобы оно быстро и шустро работало. Ну да, конечно, не блокирующее. Третья, да, совершенно верно. И третья задача, last but not least, это то, чтобы эта вся история была еще максимально безопасная при всех прочих равных, вложенных в нее ресурсах. Да, да, конечно, потому что все эти окружения, когда там, в любом случае, как-то все приложения живут где-то рядышком, не важно, там, на одном гипервизоре, на одном железе, там, в рамках одной операционной системы, еще где-то. Вот вопрос безопасности, когда там, если одно, не дай бог, потекло, и можно достучаться там докуда-нибудь дальше, да, все мы слышали неоднократные истории про то, как там из гостевых операционных систем можно достучаться до, значит, хоста, да, и в докере там были security, так сказать, траблы, когда можно было выйти из докера контейнера. Да, конечно, и несмотря на то, что свежие открытые уязвимости, такие как спектр meltdown, как бы практически уравнивают всех нас, смертных, перед великим божеством взлома ядра, вот, несмотря на это, все-таки атаки, которые описаны в таких вот гипермега уязвимостях, они достаточно дороги, и вряд ли будут достучаться доступны в простых случаях, но, тем не менее, нам всегда стоит опасаться, что, чтобы мы не деплоили, да, как бы мы это не деплоили, чтобы, например, злоумышленник, ломанув наш бинарничек, не попал в shell, например, той виртуалочки, в которой выполняется наш код. Это вот очень важно, да, чтобы он не смог, попав в этот shell, в свою очередь, там, подтянуть какой-нибудь софтик при помощи курла и компельнуть его при помощи совершенно случайно удачно находящейся рядом ГЦЦ. На продакшен-машине, да, ГЦЦ. Да, прямо на продакшен-машине, ну, мало ли, а вот на продакшен-машине, ну, ГЦЦ, ладно, допустим, это экзотика, но интерпретатор Python или интерпретатор Ruby, а почему нет? Да, легко, конечно. А любая ВМ-ка, которая у нас, я имею в виду ВМ-ка языковая, которая у нас есть в распоряжении, она, естественно, открывает возможность подкачать и запустить код на этой ВМ-ке. Итак, мы с тобой подходим, мы как бы с тобой с философской вот такой вот горы, медленно спускаемся к простому техническому вопросу, как сделать так, чтобы наше приложение было вот максимально компактно, максимально изолировано и максимально безопасно. И вот здесь как бы существует Entity-вариантов подхода. Нас из всех этих Entity-вариантов, которые наши слушатели, конечно же, прекрасно знают, а мы все их уже перечисляли, начиная от виртуальных машин, виртуальных серверов и кончая докерными контейнерами, все это мы перечислили. Но мы заметим одну интересную вещь, которая в истории произошла где-то примерно в конце 90-х годов. Тогда наши великие предки, древние программисты 90-х годов, они придумали такую интересную вещь и такой интересный концепт, как не собрать бы нам, не собрать ли нам все, что мы хотим, вот в одно приложение. И чтобы вот это приложение, один, так сказать, бинарник собранный, естественно, со всеми зависимостями внутри, он же бинарник, не сделать ли нам так, чтобы вот он и был первой и последней и единственной сущностью того виртуального инстанса, в котором он запускается. И тогда, в конце 90-х годов, было два проекта, от которых я, к сожалению, знаю только их название. Один проект назывался «Немезис», и один проект назывался, уже даже не помню как, «Экзокернл», вот как он назывался. И это был такой, с одной стороны, это был такой вариант вернуться к доброму старому времени, когда MS-DOS считалась операционной системой, а по сути это был такой единый небольшой бинарник, который жил в памяти и являлся резидентным монитором файловой системы еще кое-каких прерываний. А каждый бинарник, запускавшийся в этой вот однозадачной, скажем так, операционной системе, он, собственно, и был сам себе операционной системой и всем на свете. То есть, с одной стороны, это возврат вот в эти старые добрые времена. С другой стороны, спустя еще энное количество лет, когда уже немножечко подзабылся и «Экзокернл», немножечко подзабылся и «Немезис», и вот уже наступили нулевые годы, а затем десятые годы XXI века, программисты подняли вот эти добрые старые наработки и обнаружили, что идея создания облачного приложения или микросервиса вот именно в таком вот виде единого скомпилированного бинарника, эта идея очень хорошая. И чем хороша эта идея, а вот чем хороша эта идея, уже разные ораторы и разные выступающие и разные докладчики теоретики и практики называют три основных вот этих вот момента. В общем-то, мы их уже проговаривали, но еще раз коротким списком. Это компактность, это респонсивность и это безопасность. Три кита вот этого концепта, который в целом называется, как вы совершенно верно все догадываетесь, «Юникернл». Вот. Мы будем использовать в нашей беседе понятие «Юникернл» в разных вариантах, но вот первый вариант мы сейчас, первый вариант смысла слова «Юникернл» мы вот озвучили, это вот такой вот концепт сбора приложения. Вот. Забегая вперед, следующие как бы, следующие концепты, которые связаны со словом «Юникернл», это библиотечная операционная система, попозже об этом, и это, собственно, бинарник, образованный вот всем этим вышеозвученным. Ну, давай тогда пойдем потихонечку дальше. Вот, значит, концептуально вот, значит, идея мы такой осветили, а давай теперь поговорим немножко чуть поподробнее, как оно вообще, значит, расскажи поподробнее, как оно устроено под капотом, какие здесь, так сказать, лежат идеи. Значит, ну, во-первых, говоря про под капотом, мы обязательно должны упомянуть, что капотов существует на данный момент несколько, и есть такой замечательный сайт, который мы рекомендуем всем нашим слушателям, это unikernal.org, вот, на этом сайте собран весь тот чудовищный, со смайликом это я сказал, чудовищный массив знаний, которые у нас есть по «Юникернелам», и там видно, что unikernal, то есть вот этих вот единокомпилируемых приложений для работы в облаках, их существует достаточное количество вариантов. Ну да, десяток прям в легкую там, прям перечислено. Да-да-да, и из этих вариантов некоторые даже работают. Еще одно важное замечание состоит в том, что сама идея unikernal на текущий момент, хоть она и освещена там древней историей 90-х годов, но тем не менее сама эта система, сама этот сам подход еще является инновационным, и в настоящий момент в мире больше экспериментов, чем каких-то рабочих решений. И все те штуки, о которых мы сегодня будем говорить, ну, в смысле, готовые решения, например, Mirage OS, или HALVM, вот так вот это звучит, или Ramp Kernels. Это все-таки еще довольно-таки экспериментальные решения, но вот, кстати, трое из вышеперечисленных, они уже как бы даже могут запускаться и работать. Итак, что мы имеем в работе с unikernal? Я подойду с точки зрения разработчика, в общем-то, с той стороны, где ближе. Ну да, конечно, давай. С чего обычно начинаешь с этим общаться? С точки зрения разработчика у тебя в руках unikernal образуется как некий такой фреймворк. Людям, которые привыкли программировать с фреймворками, им этот концепт понятен. То есть у тебя находится какой-то фреймворк, он, как правило, opinionated, то есть в данном конкретном unikernal, с которым ты работаешь, у тебя есть всегда определенное соглашение о том, где какие файлы должны лежать, как они должны называться, что примерно у них должно быть по смыслу содержанию, как именуются функции, определяющие точки входа и так далее. И в этом фреймворке ты создаешь определенное приложение, которое затем компилятором компилируется в готовый бинарник. И, соответственно, бинарник этот реализует, что он реализует в себе один процесс, который, собственно, с точки зрения процессора, того, что было бы операционной системой, он реализует в себе один процесс, в котором выполняется и код ядра операционной системы, и прикладной код того, что программист, собственно, имел в виду. И он является сам себе, этот бинарник сам себе является уже готовый. И операционной системой, и приложением. Ну, условно говоря, представьте, что ваше приложение просто спидом единичкой запускается, и вот вы и есть. Да, совершенно верно. Можно в этот вариант поиграть, например, собрав бинарник миража в какой-нибудь Unix. В Unix бинарник. У него есть такой бэкэнд. Может быть, подробнее чуть попозже, когда я могу рассказать. На примере миража просто я могу рассказать, как там конкретно, что устроено. Да, но мы как раз дойдем к этому. Мы об этом расскажем, да. То есть, его можно собрать в один из бэкэндов сборки. Это обычный Unix бинарник. Собирается статический бинарник, который можно прямо, из него можно запустить, сделать, собрать имидж докерный прямо из скретча, имеющий уши да слышат, да. То есть, люди, которые работают с доки, они знают, что такое скретч. Вот прямо из скретча можно сделать при помощи статического бинарника собственно, вот такой вот Unix бинарный имидж и запустить его, увидеть, как он работает. Там действительно сам в себе, как PID номер один своего контейнера. Он там будет прекрасно справляться. Но здесь важно, что понять. То есть, когда мы говорим об автономных вот этих процессах, автономных бинарниках Unix бинарниках, есть еще одна такая тонкость, которую довольно сложно увидеть сразу. А может не сложно, может просто я тупой. Но мне было сложно это увидеть. А люди вопрос-то задавали. Вопрос часто задают какой. Можно, наверное, вот такую классную штуку вот прямо на железе запустить. Правильный ответ на этот вопрос следующий. Нет, нельзя. На настоящий момент не существует. Хотя говорят, что движутся в этом направлении кое-кто. На настоящий момент не существует способов запускать Unix kernel прямо на железе. И отгадка вот этой вот странной, странного вот этого обстоятельства состоит в том, что в Unix kernel обычно, в статьях про Unix kernel, чуть ли не в первых строках обычно пишут, Unix kernel – это облачное решение. То есть Unix kernel – это попытка решить определенную, довольно конкретную проблему, именно изолировать и обезопасить приложение в облаке. А в облаке мы чаще всего имеем отношение с вот этими вот виртуальными машинками. Самый обычный случай, ну, например, EC2-инстанс в AVS. Ну да, да. Вот. Это Zen, насколько я помню, это вообще Zen, паравиртуализованная Zen-машинка. Либо мы имеем KVM-инстанс, соответственно, в KEMU. Ну, как вариант, да. В Linux, да, как вариант. И там, и там, к слову, мой любимый Mirage запускается. Вот. Значит, что нам важно для этого облачного приложения? Еще раз озвучим список. Значит, это security, собирая бинарник, в котором нет шелла, в котором нет компилятора, в котором есть только вот, собственно, он любимый. И его... Ой, боюсь, сейчас опять совру с термином. Его планарное адресное пространство, да, то есть его единое, плоское, как там еще... Я вот не являюсь большим инженером, к сожалению, могу ошибиться. Но люди, которые знают, могут как бы нас поправлять, в фидбэке, называть нам умные слова, мы с удовольствием сами их выучим. Да. Вот. В таком подходе, да, мы имеем то, что в компьютерной безопасности называется минимальной площадью атаки. Да-да-да, кстати, хороший термин. Будет случиться взлому нашего приложения, все, что получит потенциальный взломщик, это, в общем-то, ну, доступ в адресное пространство нашего процесса. В худшем случае он сможет, конечно, прочесть там какие-то данные. Вот. Но взорвать этот... Взорвать это пространство дальше, да, и получить доступ к чему-то другому, ну, пока мы выносим за скобки истории со спектром и мелдауном, сам я не знаю, не пробовал, но это уже дорого. Не-не, ну, понятно, что, да, обычный, так сказать, там вектор атаки, условно говоря, достучался какой-нибудь там буфер, оверфлоу, еще что-нибудь туда, получил доступ, там, не знаю, либо к шеллу, либо к возможности исполнения произвольного кода, то есть и дальше уже там, значит, вышел, в конце концов, на уровень операционной системы, да, так сказать, которая под твоим капотом лежит. Ну, и там дальше начал ураганить, да. Да, дальше все, что хочешь, а тут как такового у тебя этого ничего нет, у тебя нет там ни файловой системы, у тебя есть только системный вид, и тот доступный тебе в рамках вот этого фреймворка, который, в общем... Тебя, да, при этом тебя очень плотно держит в золотой клеточке, собственно, твой пара или прямо виртуализатор, в котором ты находишься. Да. Вот. Итак, это была security, да, следующая положительная сторона вещи, это компактность, бинарник, если он правильно собран, уникернального приложения, он достаточно небольшой, максимум пара-тройка десятков мегабайт, это никак не такая огромная, огромное такое небесное тело размером в гигабайт с Ruby on Rails внутри, которое почему-то какие-то дурные языки назвали микросервисом, да, вот так вот, ничего себе микросервис. Вот. Ну, тут тоже вопрос как бы зависит всё же от того, что ты используешь под капотом, сколько там твоего кода, какой... Да, совершенно верно. ...опия, и, так сказать, ты там юзаешь. То есть, понятно, что это... Совершенно верно. ...имеется в виду компактность в рамках, по сравнению, там, ну, используя каких-то внешних, вот, скажем так, не твоего кода, а именно внешних. Компактность по сравнению с использованием интегрированных решений, сложных интегрированных решений, когда ты действительно собираешь. Здесь, опять же, Unicernal не является для нас серебряной пулей. Unicernal является инструментом для решения какой-то определенной задачи. Если данная бизнес-задача, руки, привычки и опыт подсказывают разработчику, что он лучше и быстрее и эффективнее сделает интегрированную историю, даже на выделенном сервере, даже не на докерном контейнере, пусть он делает так, как он это сделает. Вот. Чтобы, собственно, была решена та задача, которая у него в руках, а не ту задачу, которую он мог себе выдумать, чтобы сделать ее, как, смотрите-ка, ребят, как я умею. Вот. Важно здесь упомянуть, что? Когда мы уже немножечко затронули это, да? Когда разработчик разрабатывает Unicernal, он, как правило, очень плотно держит в руках весь тот код, с которым он работает, код своего приложения. И он достаточно четко и компактно знает, вот если можно компактно знать, то вот он знает компактно, что у него, где крутится, и все движущиеся части он, как правило, держит под контролем. И этих движущихся частей не будет очень много, потому что их иначе с ума сойдешь управлять таким кодом. Естественно, и инструментарий, и язык программирования выбирается таким образом, чтобы с этими частями было проще работать. Но здесь, опять же, нет каких-то сложившихся канонов. На настоящий момент Unicernal, вот на Unicernal.org можно посмотреть, на любом языке, на вкус, пожалуйста, от моего любимого Акамля, до чьего-то любимого C++. И даже JavaScript. JavaScript или Erlang, например. Замечательный совершенно Unicernal под Erlang существует. И, к слову, автор этого Unicernal, не помню сейчас его имени, очень с неплохими докладами на YouTube. Это который Линк, кажется, да, или кто на Erlang? Я не помню, как он. Да, мне кажется. Да, Линк, по-моему, он называется. Да, на Erlang.otp, у них там есть свой сайт, на Unicernal.org есть на него ссылочка. Вот. А вот там вот как раз-таки очень много интересного можно посмотреть. И, повторяю, опять же, автор этого проекта, один из лучших докладчиков на тему Unicernal вообще. Немножечко отвлёкшись на лирику, могу сказать, что сейчас про Unicernal докладывают часто и, не побоюсь этого слова сказать, много. Это очень интересно, потому что, когда я приступал к изучению Unicernal где-то годика-два тому назад, это была ещё такая вот нехайповая экзотика. Обожаю нехайповую экзотику, вот я занялся этой историей, посмотрел. На самом деле, меня интересовала гораздо более приземлённая вещь. Я просто набрал в Гугле запрос Акамле операционная система. Мне интересно было, потому что на Акамле что-нибудь такое разработано, а оказалось, ишь ты. Вот. Уже оказалось, Мираж Осках проект был уже достаточно зрелый. Вот. Я потихонечку экспериментировал, что-то там делал, изучал, и внезапно, где-то ближе к концу 2017 года, выясняется, что тема пошла в народ в лучшем смысле этого слова. Докладчики выступают на конференциях с докладами по Unicernal. Люди образуют стартапы, которые компилируют и продают Unicernal as a service. То есть, вот именно вот, точнее, as a service является как раз-таки сборка и адаптация Unicernal по спецификации заказчика, например. То есть, даже такие вот есть штуки. Ничего себе. Всё это тоже можно подгуглить. То есть, люди уже даже пытаются продавать вот такие вот сервисы. Это при том, что, как мы уже говорили, сам концепт Unicernal ещё не то, чтобы сильно прощупан в продакшене. Ну да, да. Мы пока почти как о блокчейне об этом говорим. И как оно и когда выстрелит, ну, посмотрим. И, значит, мы возвращаемся снова к первоначальнике разговора. Поговорив об оптимальности кода, вспомним о том, что у Unicernal есть ещё один, правильно, собранного Unicernal, правильно сделанного Unicernal, есть ещё один очень важный момент. Оно быстро отвечает на запросы. И не только быстро отвечает на запросы, а успевает запуститься, загрузиться, ответить на запрос и исчезнуть в течение нескольких миллисекунд, собственно, требующихся для обработки, ну, штатного HTTP-запроса. И поэтому даже вот пророки и евангелисты Unicernal'ного мира используют пример того же сайта Mirage.io, это сайт Mirage.io, как такого вот у Unicernal'а, у которой каждый раз запускается заново, где-то там глубоко в облаках АВС, запускается каждый раз заново для того, чтобы обслужить только один запрос и исчезнуть. Эдакий такой серверлес своеобразный. Но это не совсем чистый серверлес, потому что это не АВС-лямбда, это не совсем как бы лямбда в чистом виде, в котором реализовали амазоновцы, или не совсем в том виде чистой функции, я имею в виду функции as a service, которые в OpenFast существуют. Это все-таки такое более тяжеловесное существо, Unicernal все-таки несколько десятков мегабайт, может весить, в то время как функция в лямбде может весить несколько килобайт. Ну, конечно, да. Но, тем не менее, это вот так вот работает. И действительно, Unicernal можно совершенно эфемерно держать и запускать каждый раз для обработки запроса. Оно исчезнет, никто его не увидит и так далее. Нам здесь важно что с инженерной точки зрения? Что Unicernal поощряет создание тех самых стейтлес сетевых приложений, которые нам не жалко, упали они или не упали. Главное, чтобы они быстро выполнили свою задачу. Ну, да. Но мы, я думаю, сейчас потом, когда поподробнее будем говорить про Mirage, поднимем всякие вопросы, связанные с сетевой составляющей взаимодействия с диском, потому что тут много сразу таких вопросов может возникнуть. Ну, конечно, всегда, когда мы берем с тобой что-то инновационное и, не побоюсь этого слова, хайповое, то есть нас, как инженеров, интересует то, а как же, собственно, а как же оно делает вот то и как оно делает вот это. Ведь нам же это понадобится, действительно. Ну, что, давай тогда, наверное, потихонечку вроде как раз все три эти штуки проговорили, потихонечку подходить к таким техническим моментам, ну, и в первую очередь, конечно, в контексте это Mirage OS, потому что, так сказать, с ним больше всего взаимодействовал, поэтому теперь как раз-таки я думаю, будет интересно обсудить, вот как оно вот, так сказать, выполняет, реализует все вот эти оптимальные, безопасные, компактные вещи, да, какие там есть, что доступно, ну, наверное, может быть, даже, знаешь, издалека, чтобы начать, наверное, расскажи, скажем так, из каких вот слоев, ну, так архитектурно, грубо состоит там Mirage OS, да, то есть вот какие там стейки, там, не знаю, какие-то, как оно экспортит какие-то API, и в конечном итоге, где во всем этом клиентский, ну, в смысле клиентский уже пользовательский код, да? Ну, вопрос, конечно, очень хороший, замечательный, и ответ на этот вопрос будет неожиданным. С точки зрения слоев абстракции для разработчика Unichernel это в первую очередь редактор, библиотеки и файлы, с которыми он работает. Мы уже упоминали такое слово, как Library Operating System, да, то есть библиотечная операционная система, да, вот тут. И действительно, в разработке самое главное, с чем сталкивается разработчик, это, собственно, фреймворк и библиотеки, которые он использует для создания приложения. Собственно, говорить о слоях абстракции в Unichernel, я бы рискнул только вот с этой точки зрения. Именно с точки зрения того, что мы пишем некоторый код, ну, как мы пишем обычную программу, да, используя определенные библиотеки. Мы определяем при конфигурации нашего будущего приложения, мы определяем, какие модули и какие, скажем так, абстрактные драйверы будут участвовать в работе этого приложения. В случае с Mirage OS здесь используется богато окамлевский родной язык модулей. То есть мы как бы выписываем на вот этом вот, там есть специальная библиотека, которая функтория называется. Вот при помощи этой библиотеки описывается декларативно, что будет работать в нашем Unikernel. Ну, то есть нужно какой-нибудь там треды тебе нужны, да? Мы будем работать с таймером, мы будем работать с TCP IP стеком, мы будем работать, там, допустим, с HTTP сервером, ну, и с чем-нибудь еще таким, да, и с каким-нибудь хранилищем мы будем работать. Вот. Далее ты пишешь код, который использует вызовы к вот этим вот абстрагированным до модулей библиотекам. Вызовы там все задокументированы. Опять же, Акамель дает нам очень хороший инструментарий, чтобы посмотреть, где там как что, что там где какого типа, что возвращает, и так далее, и так далее. И затем на стадии сборки фреймворк, ты указываешь фреймворку бэкэнд, в которой компилируется бинарник, и исходя из этого бэкэнда, компилятор собирает бинарник именно в тот вариант, который тебе нужен, подставляя туда уже те фактические библиотеки, фактические драйвера, которые будут использоваться у тебя. Он тебе по сути дает такой, ну там не фабрик, но такой, что называется драйвер, интерфейс, когда работа с сетью, да, там вызов, не знаю, open, не знаю, close, а по факту в зависимости от бэкэнда при сборке он уже это превращает там либо, соответственно. Да, безусловно, безусловно, но здесь мне интересен был именно с точки зрения фреймворка, здесь был интересен именно тот момент понять, что многие вот эти вещи и конкретизация этих вещей происходит именно на уровне сборки. И фреймворк в целом, Mirage OS устроен так, что ты работаешь с абстрактными драйверами. Да, да, вот этот важный момент. То есть ты знаешь, что у тебя есть таймер, у которого есть там, допустим, функция сделать дилей в миллисекундах, например. У тебя есть условно библиотека, которая позволяет тебе реализовывать кооперативную многопоточность внутри твоего приложения. Ты так же с ней работаешь. У тебя есть, когда тебе необходимо, у тебя есть Key Value Store, к сожалению или к счастью в Mirage пока только на таком уровне реализовано хранилище. Но тем не менее, он у тебя есть, ты забираешь оттуда данные и сохраняешь там какие-то данные, нужные тебе для работы в твоем бинарнике. Но опять же, ты не внедряешься в глубину вот этих конкретных вызовов. Вызовы потом образуются на процессе компиляции. А скомпилировать у тебя бинарник, у тебя может скомпилироваться, например, для локальных экспериментов и прогнать, посмотреть или прогнать, отпрофилировать. может быть Unix бинарник статический, как мы уже говорили, или почти статический. Все зависит от того, какой у тебя Linux и насколько статичными он позволяет бинарники делать. Есть возможность скомпилировать твой бинарник в то, с чего начинался Mirage OS проект, в загружаемый бинарник для Zen гипервизора, для инстанса в Zen гипервизоре. И тогда к нему будут прикомпилены и запущены соответствующий сетевой интерфейс, соответствующие какие-то таймеры и все на свете. Либо совсем недавно, в 2017 году появилась возможность компилировать Mirage OS со специальным загрузчиком для KVM виртуализатора. И такие штуки можно запускать на QEMU и KVM виртуальных машинках уже не в паравиртуализаторе, а в настоящем виртуализаторе KVM, которого тоже сейчас везде пруд пруди, он часто продается в облаках, и тоже там можно эти бинарники запускать. То есть у тебя на выходе получается грубо говоря изошник, который будет подниматься, раскручиваться и загружаться с того носителя туда, где у тебя все это будет запускаться. В любом случае ты можешь у себя на коленочке сделать Unix бинарник, поэкспериментировать с ним, посмотреть, как он будет себя вести, а затем сделать уже рабочий бинарник и задеплоить его куда следует. Библиотечность, вот говоря об операционной системе, тут на самом деле, возвращаясь к основам того, как устроены наши операционные системы и как мы с ними живем, на самом деле работа с Unicernal она позволяет немножечко самообразовываться и начинать понимать о том, как действительно в вычислительном мире работают истории с операционными системами, что действительно ты имеешь некоторый набор функций, которые просто в определенный момент в твоем процессе выполняются с различным приоритетом, с различными данными, более или менее глубоко спрятанными от изначального уровня абстракции. И в этом смысле работая с Unicernal ты именно имеешь дело с библиотечными драйверами, с теми библиотеками, которые у тебя есть. И это очень сильно упрощает подход, потому что тебе не нужно действительно заморачиваться представлениями о том, какие же у тебя там слои абстракции и где. Собственно, нет там практически никаких слоев. Абстракция это такое облако тех вызовов, с которым ты непосредственно работаешь. Ты уже неоднократно говорил правильно приготовленный Unicernal и вот здесь опять-таки хочется поднять немножко вопрос, что насколько программисту при том богатстве функций выборов доступных в Library OS, как вообще это дает понимание, как оно работает. Ты уже тоже сказал, что чуть ближе и становится яснее, как оно взаимодействует. Немножко раскрою эту мысль, почему это так, чем это отличается от того, что ты пишешь какой-нибудь на любом языке, неважно, C, ну, C, ладно, в таком питоне предположим, какой-то код, который тоже какой-нибудь делает сокет open, и вот насколько это, здесь ты тоже делаешь, условно говоря, какой-то в Library у тебя доступный метод, сокет open, что-то, но вот понимание того, что за этим стоит, насколько оно отличается, и вот ты знаешь, на самом деле особенный не отличается, здесь как бы хорошая новость состоит в том, что тебе не нужно для того, чтобы работать с Unicernal, выучить что-то особенное, да, тебе нужно просто почитать доку по библиотекам, вот, плохая новость состоит в том, что, как и все хорошие, правильные инженерные решения, Unicernal позволяет тебе выстрелить в ногу, тебе ничто не запрещает сделать код, который у тебя потечет и повесит, и повесит твой инстанс, вот, другое дело, что, имея более или менее совершенный инструмент в своем языке, ты можешь этого избегать, на стадии профилирования, но да, профилировать придется, да, придется запустить да посмотреть, а не течет ли, то есть, с этим все бывает, я вот, например, когда делал один из своих первых экспериментов по Unicernal, обнаруживал, как раз на стадии отладки Unix-бинарника, я обнаружил, что у меня очень здорово течет память, оказалось, что я неправильно использовал вызовы вот к HTTP, библиотеке, у меня, мое приложение, оно должно было как бы пингать по HTTP удаленные сервера, и у меня так получается, что у меня не дискардились, не выбрасывались вот эти буфера, где лежали ответы на запросы, вот, и, естественно, в какой-то момент, то есть, код был написан некорректно, garbage collector не обращал внимания на всю эту историю, и приложение текло, если бы я его запустил там в изолированном инстанции, он бы у меня там взорвался через, ну, не взорвался, он бы просто сожрал бы все в память, да, сожрал бы всю память, да, и встал бы колом, вот, так что, так что, да, плохая новость состоит в том, у меня в моей презентации, которую вот можно тоже будет посмотреть, да, кто желает, у меня там есть специальная такая фотография Антона Палыча Чехова в его коронной позе, значит, с пальцами у лба, такой это фейспалм Чехова, это вот один из моих любимейших фейспалмов, да, который как бы всем своим видом говорит нам, что ребята, вообще-то для того, чтобы добиваться какого-то результата, вообще-то нужно работать, и в этом плане Unicernal не является каким-то чудесным спасением для ребят, которые, он не является, Unicernal не является радом, то есть Unicernal не является инструментом для rapid application development, вот, Unicernal вряд ли подойдет для создания рабочих прототипов, но подойдет для создания минимального, значит, живучего продукта, или как там нынче это переводят на русский язык, да, для того, чтобы уже что-то заработало и показать, вот, то есть вернемся к первоначальному утверждению, что да, выстрелить себе в ногу можно, это плохие новости, да, придется работать, код придется пасти, код придется отлаживать, это плохая новость, но хорошая новость состоит в том, что фреймворк собран хорошо, ты знаешь тот язык, на котором ты пишешь, и у тебя полностью в руках, под контролем находится твой будущий продукт, весь его инстанс в том виде, в котором он будет в облачном приложении работать. Так, ну, да, примерно, надеюсь, сложилось какое-то понимание, значит, что вот есть у нас, значит, некий там API, да, вот, знаешь, интересно, расскажи, какие есть, собственно, ну, так сказать, ограничения, да, у клиентского кода, чтобы просто немножко лучше понимать вообще. Чтобы хотелось, да, но не получилось. Да. Есть такой момент. На самом деле, я писал приложение однажды, которое должно было измерять температуру процессора. Я сделал программочку на Камле, в которой был вкомпилен Prometheus, вот этот вот Prometheus Reporter, собственный HTTP-серверочек, который бы отдавал, собственно, произведенные измерения, и дальше, значит, приложение должно было брать откуда-то код самого термометра, ну, в смысле, значение термометра. В случае с простым Linux-бинарником все очень просто, приложение просто лезет и читает файлик в файловой системе SIS. Ну, да. Там есть, там в специально отведенном для этого месте лежит банальный файлик, который, как текст, открывается на чтении, и там циферка. Вот. Сижу я такой и думаю, а давай-ка теперь я почешу, значит, свои ручки и сделаю-ка я из этого, наверное, Unicernal. Так. Unicernal сделался, то есть, недолго мне стоило, где-то всего два вечера мне стоило, чтобы взять простое приложение Акамлевское и перепилить его вот под то, что мне нужно было, там, под Unicernal. Но вот с вопросом чтения файлика тут возникла загвоздка. Потому что, с одной стороны, я решил пожульничать, да, я решил, что это будет Unicernal какой-то, но не совсем Unicernal, и он, конечно, будет у меня жить, допустим, в контейнере. В Докерном. Вот. Просто мне очень понравилось, как, мне вообще очень понравилось, как в Mirage OS образует вот этот бинарный, собственно, бинарный бинарник, результирующий. И так как удобно все это дело собирать, и когда ты встречаешься с таким вот фреймворком, который рожает тебе такое превосходное приложение, у тебя всегда есть такое вот, такое искушение, забить ли мне вообще на все, что я знаю, и начать ли мне теперь просто приложение, просто лупить вот на этой штуке, в принципе, ну что, оно позволяет делать, что могу сделать спокойно. Так вот, выяснилось, что сделать чтение файла банальным, обычным способом, там, открыть его и почитать, прямо изнутри Mirage, это задача нетривиальная. Почему? Потому что все существующие библиотеки внутримиражные не предусматривают работы с файловой системой. Вот-вот-вот, да, вот это уже да. Потому что, положа руку на сердце, в том виде, в котором у тебя Unicernal существует, запускается, у него как бы и нет файловой системы, у него нет диска. Максимум, что у него может быть, это может RAM-диск какой-нибудь. Да? Но разработчики Mirage OS, они пошли по какой схеме? Они не стали реализовывать... Дело в том, что Mirage OS, надо понимать, да, это вот Акамль, вот это library, operating system, который весь реализован на чистом Камле целиком. То есть, там нет такой опции, чтобы подсобрать что-нибудь сишного и подлинковать. Нет такой опции. То есть, у нас все должно быть родное, все должно быть свое. FFI внутри Unicernal ну, в данном случае не работает. Так. Вот. И, естественно, там в какой-то момент стоял вопрос о том, что, ну, что же нам делать с хранилищем, а не сделать ли нам файловую систему. Решили файловую систему не делать, потому что, ну, это очень длинный закат солнца вручную. Решили сделать, обойтись то, что называется минимальной полезной абстракцией. То есть, сделали такую вещь, например, можно сделать директорию, положить в нее определенным образом поименованные файлики с содержащимися внутри данными, и в момент компиляции Unicernal эта штучка будет превращена в... В некую структуру данных. Да, в некую структуру данных, которая будет за хардкожен, а прямо в бинарник, и там эти данные будут использоваться. И вообще весь этот регион будет использоваться для того, чтобы туда читануть, писануть и использовать его для такого вот обмена данными и временного хранения. Опять же, когда мы с тобой работаем в... Когда мы с тобой мыслим в понятиях вот этого живущего в данный момент в памяти бинарника, мы мыслим теми объектами, которые там, и теми значениями, которые в нем существуют в настоящий момент в памяти. И нас особенно не заботит то, где они лежат на диске. Ну, конечно, конечно, да. Но простенький KeyValueStore вот для того, чтобы там параметры конфигурации или какие-то там данные для обработки чего-нибудь можно вот в таком вот виде хранить. И мне, для того, чтобы мне дальше реализовать свой бешеный замысел, чтобы у меня и Unicernal был и в то же время файлы читал, пришлось, в общем-то, объехать это все дело на обычные библиотеки, то есть я просто взял, использовал обычный модуль для чтения файлов, и это уже было невкусно, потому что, ну, уже как бы и не Unicernal вовсе. Так я понял одну простую вещь. Когда ты работаешь с Unicernal, ты должен понимать, что ты делаешь, то есть ты делаешь Unicernal для того, чтобы решать на нем именно Unicernal задачу. То есть именно сформировать изолированное сетевое приложение Stateless, которое будет что-то там тебе делать. Если тебе не нужно делать изолированное, компактное, быстрое Stateless приложение сетевое, не заморачивайся. Хотя, конечно, для самообразования и, так сказать, на накачивание программистского мускула, пожалуйста, не запрещено, можно делать все, что угодно. Не, ну, это понятно, да. Тут важно, что, опять-таки, важное умозаключение, что каждые задачи свои, средства, инструменты. Надо это не забывать никогда. Да, безусловно, да, безусловно. Поэтому Unicernal лучше всего подходят для процессов, которые берут данные из сети и отдают данные в сеть. Все вот эти, например, пинговалки, опросники какие-то, прокси. Ну, по большому счету, самая вот такая ближайшая аналогия, это все те же самые, вот это лямбда и прочее, что называется, стоит стейн, серверлес, стейтлес, не знаю уж как там. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну, видишь ли, в чем дело. Тут современный уровень технологий, современный уровень подходов уже приучил людей мыслить стейтлес-приложениями и уже как бы сейчас воспринимается какой-то вот persistent storage воспринимается как скорее роскошь, которая необходима в редких случаях и там вот сервер баз данных, например, чтобы иметь или еще что-нибудь такое, когда нам стейт действительно нужен. А так мы знаем, что да, данные лежат в базе данных, если что, за ними туда можно сбегать по сети и не хранить все у себя, типа не нужно. К слову сказать, для передачи, для инфективной передачи и хранения данных именно по сети создатели Mirage OS все-таки сделали довольно интересный инструмент. Он называется URMIN и представляет из себя реализованный на Камле такой протокол, очень похожий на ГИД. Протоколы соответствующие хранилища. В этой системе возможно существование сервера и возможно существование вот этих клиентов, которые вкомпиливаются внутрь Unicernal бинарников, которые могут когда нужно обратиться к центральному хранилищу и дальше делать то же самое, что делает ГИД, отчекаутить какую-то веточку, поработать с ней и, например, зачекинить ее обратно, закоммитить ее, выполнить пул, выполнить пуш, вот это вот все. Единственное, что там нельзя сделать, там ребейсить нельзя. Но вот это именно интересное свойство, то, что там можно пулить, пушить, гонять данные, ребейсить нельзя. В какой-то момент времени люди просто увидели, что если добавить к этому еще хэш и крипто, то получится блокчейн. Собственно, блокчейн и получился. Существует замечательный блокчейн, там, правда, у них организационные сложности возникли, но куда же без них. Существует блокчейн тезис, сделанный на акамле, как раз который использует вот этот инструмент. К слову, этот же инструмент Termin используется в миражовском, точнее, в продукте, который миражная команда сделала для докера, который называется DataKit. Что это такое? DataKit это библиотека, которая используется для построения таких вещей, как, например, Docker for Windows и Docker for MacOS. Там вообще очень интересная история. Я погуглил слова Docker и Unicernal и обнаружил такую интересную вещь, что опять же, в 1900 прошлом году, в 2000 прошлом году, то есть, в 2017 году, да, кстати, если я где-то в передаче оговорился и сказал 1917 вместо 2017, ну, бог мне судья, обожаю такие каламбуры. так вот, в прошлом году Docker в некоторых источниках написано приобрел, в некоторых источниках написано слился с командой, которая так и называлась Unicernal что-то, вот, что не помню, то ли Unicernal групп, то ли еще как-то, ну, Unicernal.com есть такой тоже адрес, не Unicernal.org, а Unicernal.com, это на самом деле такая группа разработчиков, которая возглавляема все теми же самыми миражистами, вот, а так случилось, что Mirage оказался самой первой такой жизнеспособной системой вот в экосистеме Unicernal, да, они как бы, они многие вещи прокладывали, то есть, первопроходили, пионерили и прочие-прочие такие слова, вот, естественно, этот опыт чуть более чем везде сейчас используется в мире Unicernal, и не только там. В 17-м году ребята из Докера соединились вот с этой командой из Unicernal, то есть, с теми же самыми миражистами в сути своей, и позаимствовали у них, ну, точнее, позаимствовали их всех вместе с теми инструментами, которые они наработали, и в результате у нас в таких продуктах, как Docker for Windows и Docker for MacOS появились довольно большие куски окамливого, как я сказал бы в предыдущем своем касте, да, и, скажем так, миражосного, как я скажу сейчас, кода, который, в общем-то, там, цельными библиотеками пришел на помощь Docker-сообществу. В частности, это DataKit, в сердцевине которого используется вот упомянутый уже Ermin для распределенной передачи данных между сетевыми приложениями. Вот, в Ermin я сам лично еще не игрался, но что-то мне подсказывает, что стоит, потому что это интересно. Даже вот целый блокчейн из него сделали. Хотя блокчейн не имеет прямого отношения к Unicernal, блокчейн сам по себе, а вот библиотека, разработанная как бы для Unicernal, там используется. Вот те же самые библиотеки, разработанные для Unicernal, используются в Docker-сообществах. вот можно даже в GitHub-е открыть репозитории Docker for GitHub, например, Docker for Windows, for MacOS, и можно увидеть, что там и как есть. Во-первых, там виден градусник, который показывает на каких языках что написано. А, кстати, вот я вижу, что там особенно ничего там нет. Вот. Ну, тем не менее, все это можно поковыряться, посмотреть на сайте самого Docker, который сейчас вроде как уже Mobi и всего такого, мы имеем всем понятно, какой проект мы имеем в виду, потому что с самим Docker в течение 2017 года тоже произошли какие-то интересные трансформации. Ну да, да. Вот, они то ли разваливались, то ли не разваливались, то ли наоборот сваливались, то ли наоборот пересобирались. В общем, там существует теперь вот этот вот Open Source проект Mobi, в котором как раз таки можно все это посмотреть. К слову, на страницах репозиторий этого проекта как раз таки перечислены. Сейчас, чтобы не затягивать веревку цейтнота на нашей шее, мы не будем как бы туда сейчас лазить, но скажу так, что в гид-репозиториях, связанных с Mobi и на их сайтах, на их сайтиках, да, можно обнаружить вот эти вот функциональные кусочки, которые реализованы на Акамле, которые вот взяты из Миража и там вот используются. Понятно. Давай немножко... Насколько я помню, NetworkKit, вот этот DataKit, по-моему, еще HyperKit, но я не помню, сколько там в HyperKit конкретно Акамлевого кода, там, по-моему, C больше и Go. Ну, в общем, любой желающий может посмотреть, вот такие вот штучки там используются. Ну да, давай немножко вернем все же, так сказать, там в контекст там разработческих всяких возможностей по Library EOS. Вот, правильно же я понимаю, смотри, ты, в принципе, ну, никто не мешает тебе в твоем клиентском коде, помимо того API, который тебе доступен в Library EOS, используют любые, в принципе, библиотеки, ну, при условии, что они не работают вот с сетью, с диском, ну, с EOS, скажем так, в привычном, вот таком, обычном подходе, да? Да, совершенно верно. То есть, когда я работаю, например, с Mirage, у меня на руках весь тот камли-инструментарий, который у меня есть, и я могу, соответственно, все, что мне необходимо не для связи с внешним миром, но для работы внутри приложения, совершенно честно и невозбранно использовать. Потому что и это касается, естественно, не только Mirage и камли, а это касается и прочих других юникернл-проектов, скажем так. Юникернл-проектов, да. Что у тебя есть, с чем ты привык, пожалуйста, работай. Именно с учетом того, что специфики приложений. Слушай, а расскажи немножко, так сказать, ты уже немножко затрагивал про дебаггинг, ну, и когда там, как вообще отложить, это единственный вариант или, так сказать, есть какие-то еще варианты, помимо того, что собрать под Unix, а-ля, и вот, так сказать, обычным, не знаю, ГДБ и прочими привычными инструментами посмотреть, что там происходит. Либо есть какие-то в самом фреймворке, может быть, возможности, чуть-чуть более, так сказать, дающие какую-то, для ясности картины, что там, если где-то у тебя, не знаю, там, exception, либо еще что-то произошло. Значит, ну, exception, фишка в том, что тут exception, оно в языке. Ну да, да, да. Потому что там, в том же камле, я могу этот exception кинуть и поймать его тут же. Да, конечно. И в некоторых добрых старых камлевых алгоритмах exception просто используется как long jump для того, чтобы выпрыгнуть из какой-то сильно вложенной конструкции. Например, ты делаешь какой-нибудь итеративный поиск по какому-нибудь дереву, и вдруг ты там нашел, проще всего тебе просто exception, поймать его снаружи, да, и вернуть результат. Ну, я скорее просто, в принципе, про отладку, потому что понятно, что, так сказать, люди несовершенные, да, ты там допустил ошибку в своей бизнес-логике, и вот думаешь, ну вот там подаю на вход, не знаю, 5 и 10, должен получить 42, а получаю 37. Вот как-то же, как оттрейсить, как вот это все? Ну, вот как. Боюсь, что у меня не сильно достаточно опыта, чтобы сделать именно прям развернутый экспертный ответ, вот, но того опыта, что у меня есть, достаточно, чтобы сказать, что все зависит от инструмента, от того языкового инструмента, который у тебя есть. вот, то, что можно гонять бинарник в пробном варианте и профайлить его, и, соответственно, скомпилить его там с соответствующими стабами для профайлера там и всего такого. В общем, все зависит от того инструментария, который, в принципе, вообще в языке у тебя есть. И, естественно, какие-то куски ты будешь делать, какие-то куски ты, возможно, когда ты сделаешь там драгоценную репу со своим проектом, у тебя там, конечно же, будет директорика для юнит-тестов, где ты будешь что-то там испытывать, но это, в общем-то, не является какими-то специфическими юникернельными штуками. Возможно ли к работающему юникернеллу подключиться к какой-нибудь форточке и посмотреть, как оно там внутри прямо сейчас? Вот с этим конкретно я не работал. И если кто-то из наших слушателей по чечайне работали с этим, отзовитесь, пожалуйста, и расскажите. Из того, что мне доступно было, из того, до чего доходили собственные руки, я пока такого не находил. Но что-то мне подсказывает, что вольной волею или нехотя все-таки такие штуки можно делать. Ну, в конце концов, никто не мешает сделать компонент специально устроенный для зондирования приложения в каком-нибудь стейджинговом варианте, при помощи которого, допустим, у тебя будет открыт некий TCP-порт, на котором что-нибудь тебе отвечать будет и рассказывать. Ну, например, самый-самый простой, тупой, банальный случай это вот этот вот Prometheus Responder для... Это я вру, не Responder, а путаю маленечко слова, но тем не менее, Prometheus Exporter, который можно вкомпиливать в вакамливые программы, он тадам существует как... в GitHub существует как Mirage слэш Prometheus, вот, то есть это тоже внутри-миражовая такая разработка, видимо, ребята изначально для Unicernal это делали. А использовать, кстати, к слову, такие вещи можно использовать не только в миражовых, в миражовом коде, а еще и где угодно. И вообще очень много библиотек, которые изначально писались для Mirage, а потом их можно использовать в программах просто так, естественно. Ну, понятно, да. Вот, да-да-да. То есть этот же самый Prometheus Exporter, он содержит в себе некоторую пачку конвенциональных переменных для, точнее, вот этих ключиков, лейбачков, как угодно их назови, в общем, вот этих точек съема, в которых, например, передается текущая статистика garbage collector, например. Он же аллокатор под систему аллокации памяти. Ты можешь, например, дернув респонс от этого HTTP сервера, встроенного, получить не только нужные тебе метрики, но и метрики garbage collector и аллокатора, например, сразу посмотреть, что там как растет. А если хочешь, можешь собрать. Это несложно, там собираются какие-то свои дела, потому что в Камле внутри довольно неплохой инструмент для того, чтобы собственные делать вот эти вот собственные метрики виртуальной машины. Вот. И можно посмотреть, что там, как у тебя лоцируется и не бежит ли где-то что-то. Знаешь, вот ты, мне кажется, очень такую интересную вещь сказал, что в Вакамле есть свои собственные какие-то инструменты. Хочется задать такой вопрос, насколько, такой философский, наверное, больше все же, чем технический, но тем не менее, насколько язык и его какие-то концепции языка, парадигмы, подходы, если говорить в контексте юникерного такой идеи разработки. Помогают или не мешают разработке. потому что, смотри, ты уже сейчас последнее упоминал, что, например, в Прометеос там встроенные метрики, в Вакамле хороший механизм сбора внутренних метрик. Я тут сразу, так сказать, где-то вспоминаю про то, что в то же самое Node.js добавили, ну, V8, имеется в виду, тоже возможность прям в рантайме получать очень много всего о текущем состоянии твоего выполняемого кода. Да, и вот интересно, как ты здесь вообще думаешь, такой вот вопрос философский. Я думаю, что здесь достаточно мало философии и достаточно много практики. Что имеет язык, то, собственно, у тебя и есть. опыт показывает, что разрабатывая какой-то менее, а еще хуже, если более сложный проект, тебе некогда будет особенно писать собственные инструментовки, если уж совсем, конечно, судьба не прижмет. Ну да. А судьба, как правило, не прижимает. К слову, о философском подходе, если ты пишешь приложение, которому жить несколько миллисекунд, ты не будешь особо заморачиваться на утечку. Ну да, логично. Более другой случай, если ты пишешь приложение, которое должно будет жить сколько-то там много, а в случае с юникернелами как раз-таки это тоже вполне себе возможный вариант, этим они отличаются, собственно, от сервер-лис-функций. То есть, возможно сделать юникернел, который сколько-то там месяцев или лет будет у тебя где-то там жить в испаряя в эфемерных. Соответственно, ты связан или наоборот развязан тем инструментом в языке, который у тебя есть. Где-то он лучше, где-то он хуже, но, собственно, как повезло, так вот и будет. И тут, наверное, тут, наверное, я даже не могу выделить каких-то особых идеологических направляющих. Вот, например, если молодой человек услышит слово юникернел и побежал смотреть, что же это такое, и думает, а какой же мне теперь язык еще выучить для того, чтобы у меня там юникернел прям вот работал и пузырился. Ну, здесь существует старое, доброе админское еще там 70-х, по-моему, годов поговорка, когда молодой человек спрашивал где-то там в каком-то списке рассылки, а какой юникс мне поставить? И человеку отвечают умные люди, человек, поставь себе тот юникс, который есть у твоего гуру, чтобы если что он мог прибежать и подтереть твой носик. Вот, потому что, естественно, ты находишь тот инструмент, который появляется, и доступен тебе в первую очередь через гугление твоего гугла. Во-вторых, когда ты понимаешь, что есть еще какие-то инструменты, ты, естественно, выбираешь, что тебе больше подходит по тем языкам, которые тебе доступны, которые тебе приятны. Ну, бывают случаи языковой идиотинкразии, то есть, есть люди, которые вот, ну, любят, вот, люди настолько любят фигурные скобки и точки с запятыми, что даже ML синтаксис окамля им вот вызывают у них неприятие, и они придумывают язык Reason ML, который, в общем-то, это тот же, абсолютно тот же самый окамль, просто вот, просто в нем есть фигурные скобки и точки с запятой. Ну, ребят, ну, теперь все, теперь заживем. То есть, тут, тут, пожалуйста, как бы, опять же, следует помнить, что Unicernal не является чем-то эзотерически особым, и вот, что умеешь, что ты в нем реализуешь. И ничему особенно новому тебя он не научит, кроме, кроме просто бережного и аккуратного подхода к компактности и безопасности своего кода, с чего мы, собственно, и начинали разговор. Ну, да, да. Слушай, как ты думаешь вообще, вот, что в ближайшее время так вот, куда вообще Unicernal, то есть, как бы, ну, вот потому, что ты там изучал в том же самом, ты так активно следишь все же там за тем же Мирошосом, да, как бы, то есть, люди потихонечку все-таки, эти проекты движутся в сторону какого-то, так сказать, продакшена, да, но ты уже упоминал, там, кто-то даже пытается их там какие-то эзо-сервис городить еще что-то. здесь интересная такая штука, знаешь, смотри, то есть, год назад я, ну, чуть больше года назад, в мае, я впервые упомянул Unicernal на докладе на тусовке, на, собственно, на ФПшной тусовке в Питере, и я тогда это делал таким еще очень извиняющимся тоном, вот, и на вопрос, что такое Unicernal, я, по-моему, так и не ответил тому человеку, который у меня тщательно пытался этот вопрос задать, хотя что-то мы с ним сформулировали потом коллегиально в кулуарах, вот, я, собственно, пришел тогда к выводу о том, что Unicernal это три вещи, вот, три вещи в одном, то есть, это бинарник, это фреймворк, и это сама философия, как бы, в этой истории, тот образ, который у нас в этом виде формируется, вот, и тогда же мы обдумывали, что, может быть, может быть, эту штуку можно запускать на Raspberry Pi вместо прошивки, потом я подумал, прикинул, поизучал, нет, пожалуй, не пойдет на Raspberry Pi на прошивку, но вот, если на Raspberry Pi запустить Zen, у кого-то, говорят, даже получалось, то вот там, конечно, может быть, в каком-то домене этого Zen, значит, запустится и Unicernal, но это, опять же, получается, гибрид ежа с ужом, не совсем аппаратное решение, вот, таким образом, весь, вся первая половина 2017 года прошла в моей жизни под флагом такой извиняющейся интонации в рассказе о Unicernal. В принципе, недалеко я ушел от этой интонации, когда выступал с докладом по Unicernal уже по конкретно по своему разбору полетов своего экспериментального случая, я там делал что-то чуть посложнее, чем Hello World, но в виде Unicernal, и это вот есть на YouTube. Да, конечно, ссылочки приложены. Да, 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 на FPConf моем докладе, я все равно достаточно извиняющимся тоном как бы об этом рассказывал. Естественно, каждый раз, когда я говорю о Unicernal, там сказав, что это вот это, это и это, и это, я, естественно, как человек воспитанный, я обязан говорить, что ребята, все-таки это все еще экспериментальная штука и впроди как-то не особенно видно. И тут внезапно звонит мне мой, точнее, не звонит, ну как звонит, мы уже привыкли к этому слову, звонит, по слаку со мной выходит на связь мой коллега, который только что вернулся с Highload'а или не вернулся с Highload'а, или что-то там. В общем, он мне внезапно показывает материал с Highload'а, с какого-то из Highload'ов, с какой-то Highload'ной конференции, и там внезапно яркий, интересный доклад человека по Unicernal'ам, который говорит, что Unicernal, ребята, это вообще наше все будущее, и куда мы без него денемся, и вот начинает, в конечном итоге, вот он продает свой вот этот вот проект, который делает как бы Unicernal On Demand, там, по-моему, у них даже такое слово есть в описании этого сервиса, Unicernal On Demand, то есть, ты ему говоришь, что тебе надо, эта штука печет тебе Unicernal и деплоит его в нужную тебе точку цифрового пространства, да, вот, то есть, мы внезапно видим, что сообщество-то оживляется по этому поводу, и вот пока здесь, наверное, нужно поставить не точку и не многоточие, а запятую, и посмотреть, что дальше будет, что нам 18-й год приготовил. на эту тему, потому что опыт показывает, ну, долговременный опыт показывает, что обычно яркие технические затеи выстреливают не совсем там, где о них думали, а в другом месте, где они оказываются более выгодны, там, с точки зрения рынка. Ну да, такое бывает. Свойства, физико-химические и математические свойства Unicernal нам известны, где это внезапно всплывёт, может быть, в интернете вещей, а может быть, в нейронных сетях. А может быть, в специальных краулерах, которые будут, значит, денно и ночно исполнять для нас закон Яровой. Кто его знает? Где это сработает? Пока мы можем только вот учиться развивать мозги и, значит, надувать собственное самолюбие, когда у нас получается, а это так приятно, когда Unicernal собрался, заработал, смотришь, он там живёт, работает, и даже в памяти не распухает. Это прекрасно. Согласен. Слушай, такая, мне кажется, позитивная у нас нотка, так сказать, или, как сказать, такой вывод, итог нашей беседы. Предлагаю, наверное, потихонечку закругляться. Вроде бы мы обсудили всё, что хотели, и даже, мне кажется, добавить как-то вроде после вот этих твоих слов уже и нечего. Но если что-то ещё хочешь, то давай. Да нет, ты знаешь, пожалуй, всё, что хотелось вспомнить, прям-прям сразу вспомнилось. Всё, что можно вспомнить, ещё потребовало бы от нас слайдов и иллюстраций. И я просто готов пригласить наших слушателей к гуглению и прочтению тех ссылок, которые мы приведём по итогам подкаста, к просмотру меня грешного, значит, с докладом на FP-конфи и к просмотру роликов тех гораздо более умных и интересных людей, которые развивают идею Юникернала сейчас в мире. Да, но если у вас есть какие-то вопросы по тем темам, что мы тут с Пашей обсуждаем, то тоже не стесняйтесь, пишите там в комментариях, в Твиттере, где угодно, мы тоже на них с радостью ответим. Конечно, и не только вопросы, но и уточнения, а также критику и в общем всякий конструктив, который, безусловно, всем очень пригодится, потому что мы-то поговорили и разошлись, ЧСВ почесали и все у нас хорошо, а технологии предстоит развиваться, и чем больше люди вопреки или благодаря нашим разговорам об этом узнают, тем лучше. Согласен. Ну что, Паш, спасибо, что снова пришел. Я думаю, что это тоже будет не последний раз. Огромное спасибо, что пригласил, и дай ты Бог, чтобы нам бы еще не раз о чем-то поговорить, а то вот я себе микрофон хороший купил, и как бы не получилось так, чтобы его не пришлось использовать. Нет, нет, мы этого не допустим. Ладно, друзья, спасибо вам, что слушали, и до новых встреч, пока-пока. Пока.